Фантом ДНК. Открытие Петра Горяева о жизни после смерти материи. В этом видео мы расскажем о поразительных экспериментах ученого Петра Горяева, который обнаружил феномен фантома ДНК. Исследования показали, что фантом материи продолжает существовать даже после ее исчезновения, до 40 дней. Этот срок вызывает множество вопросов и напоминает нам о традиционных представлениях о душе. Как это открытие связано с духовными и научными размышлениями о жизни и смерти? Узнайте, какие тайны хранит ДНК и как это знание может изменить наше представление о материи. В 1984 году, во время одного эксперимента, я вместе со своими коллегами сделал одно наблюдение. Но это наблюдение было настолько невероятным, что мы приняли его за экспериментальную ошибку. О ней никто из нас не вспоминал на протяжении семи лет. Но потом, при проведении схожего эксперимента, мы снова получили ту же ошибку. Тогда никто из ученых нашей группы не подозревал, что мы стоим на пороге удивительного открытия. О таких знаковых эпизодах из своей научной жизни рассказывал доктор биологических наук Петр Горяев. Именно так, по словам известного ученого, и был впервые обнаружен фантом ДНК, или энергетическое поле ДНК. Петр Горяев не исключал, что схожий фантом остается и после смерти человека. Ученый считал, что именно этот феномен верующие называют душой. Петр Горяев потратил много лет, чтобы узнать, сколько времени может существовать фантом ДНК. Это явление просто поразило ученых. В 1984 году Петр Горяев работал в Институте физико-технических проблем Академии наук СССР. Здесь, вместе с группой ученых, он исследовал ДНК. Петр Горяев помещал исследуемый материал в кювету и воздействовал на него ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Информация о ДНК во время эксперимента фиксировалась лазерным лучом, а данные ДНК передавал осциллограф. После очередного эксперимента я убрал ДНК из кюветы, отошел от приборов и был чем-то занят. И вдруг мой помощник говорит, что осциллограф продолжает что-то записывать. Я спрашиваю, что он может писать, если в кювете уже ничего нет. Но потом я смотрю на осциллограф и вижу, что на нем идет запись. Но что он записывает? Пустое место. Там нет ничего. О таком странном эпизоде рассказывал Петр Горяев. Стали разбираться. Оказалось, что прибор продолжает регистрировать спектры, схожие с теми, которые выдавал ДНК. Осциллограмма вела себя так, как будто молекулы ДНК продолжали оставаться в кювете, только в гораздо меньшем количестве. Это явление просто поразило ученых. Они не могли понять, в чем тут дело. Первое, что пришло в голову, это неисправный прибор. Но это быстро было отметено. Петр Горяев решил рассказать о случившемся руководству и попросить разрешения на дальнейшее исследование в этом направлении. Однако ученого подняли на смех. Свои исследования Петр Горяев продолжил уже в другом институте через семь лет. Это был 1991 год. В то время я работал в Институте высоких температур РАН. Здесь мы уже более подробно пытались поставить этот опыт. До начала эксперимента наша группа проверила пустую кювету лазерным пучком, не помещая туда ДНК. Как и ожидалось, в этой емкости мы ничего не обнаружили. Прибор показывал просто хаотическое распределение точек на осциллографе и все. После проверки в пустую кювету мы поместили материал ДНК. Ожидалось, что когда мы снова уберем ДНК из емкости, то прибор будет показывать не графики, а хаотическое распределение точек на осциллограмме. Но мы ошибались. Мы вновь обнаружили тот же эффект, что и семь лет назад в другом институте. Позже это явление мы назвали эффектом фантома ДНК, рассказывал Петр Горяев. Теперь перед учеными стал новый вопрос. Что именно они обнаружили? Может быть, этот фантом являлся чем-то материальным? Или наоборот, нематериальным? Проводя последующие эксперименты, Петр Горяев пришел к заключению. Поскольку лазерный пучок после удаления ДНК из кюветы продолжает рассеивать фотоны и дает определенные спектры, то значит, обнаруженное явление может являться чем-то вещественным. И это что-то вещественное отделяется от ДНК. Я показал эти осциллограммы коллегам. Они предположили, что в кювете осталось какое-то загрязнение. Я продул азотом кюветное отделение прибора, в котором находилась ДНК, и фантом ДНК исчез. На осциллограмме мы увидели хаотическое распределение точек, и никаких спектров зарегистрировано не было. Однако прошло пять минут, и фантомы ДНК снова оказались в кювете. Мы опять продули кюветное отделение газообразным азотом, и снова фантомы вернулись. Мы повторяли этот эксперимент весь день, и фантомы возвращались снова. Свет прибора рассеивается непонятно на чем, ведь ДНК в емкости не было. Я не хочу ударяться в религию, но все это наводит на какие-то размышления. Более того, когда Петр Горяев вместе со своей группой на следующий день пришел в лабораторию и снова проверил кюветное отделение, он обнаружил, что фантомы ДНК продолжают жить в кювете прибора. Ученым предоставили возможность работать на этом приборе, и никто, кроме них, его не касался. Изо дня в день они продолжали регистрировать фантомы в кювете. Как и раньше, ученые пытались сдуть их азотом, но они возвращались вновь. Однако через 40 дней эти фантомы исчезли из кюветного отделения прибора. Оказалось, что фантом мертвой материи продолжает жить 40 дней. Эта цифра вам ни о чем не говорит. Я не хочу ударяться в религию, но все это наводит на какие-то размышления. Ведь именно на 40-й день есть традиция поминать умерших. Наблюдаемые нами фантомы исчезали не сразу, а постепенно. Я не могу сказать, исчезли ли фантомы ДНК из кюветы совсем, или же этот процесс ушел за пределы возможности нашего прибора. Я не знаю этого до сих пор. Не исключено, что они продолжают существовать и сегодня. Просто для их регистрации пока не созданы сверхчувствительные приборы, предполагал Петр Горяев. Спустя еще 14 лет, в 2005 году, Петр Горяев продолжил исследование фантомов ДНК. Почему был сделан такой долгий перерыв? Потому что все это время Петру Горяеву не давали возможности работать в этом направлении. Ученый говорил, что столкнулся с огромными трудностями и встретил на своем пути бешенное сопротивление. Однако он считал это сопротивление нормальным. По словам Горяева, так происходит всегда, если в науке назревает что-то новое. На протяжении этих 14 лет ученый создавал несколько научных групп, но все они были разогнаны. Ученый признавался, что в этот период не опускал рук. Наконец, в 2005 году в Институте физической химии РАН Петр Горяев вместе с коллегами вновь поставил эксперимент, только в этот раз немного в другом ключе. Мы воздействовали на препараты ДНК инфракрасным светом. Это вызывало очень интересный эффект. Он заключался в том, что молекулы ДНК отстреливали некие структуры, которые регистрировались на фотопленке. Но нашим глазам ничего не было видно. Возможно, это имеет какую-то связь с тем, что мы регистрировали в 1984 и 1991 году. Но и эти эксперименты были прекращены. Потом я создал свой Институт квантовой генетики. Теперь на меня могут воздействовать только физически, но пока, слава богу, меня не трогают. Петр Горяев отмечал, что о существовании фантомов ДНК заявил и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье. Но он заговорил об этом только через 10 лет после открытия Горяева. К тому же, в своей работе Нобелевский лауреат решил не ссылаться на более ранние труды. Более того, как Люк Монтанье заявил о существовании фантомов ДНК, во Франции его назвали «сумасшедшим стариком». Ученый обиделся, но вскоре его пригласили в Китай для дальнейшей работы в этом направлении. Фантомы ДНК предсказал наш ученый Александр Гурвич еще в 1924 году. Он сказал, что хромосомы имеют полевой эквивалент. Он тогда еще не мог доказать это, потому что не было ни лазеров, ни голографии. И только сейчас мы убедились, что он был прав. Как и у ДНК, у человека также есть свой фантом, свой электромагнитный каркас. Если хотите, можете назвать это душой. Факт остается фактом. Человек умер, но от него остается фантом, невидимый для наших глаз, говорил Петр Горяев. Представьте себе, что вы живете обычной жизнью. И вдруг, однажды, оказываясь на грани между жизнью и смертью, вы сталкиваетесь с тем, что всегда считали мифом или плодом воображения. Каково это? Внезапно осознать, что за чертой жизни существует нечто гораздо более сложное и загадочное, чем можно было предположить. Сегодня мы окунемся в удивительный мир внетелесных путешествий и узнаем, что происходит с душой после того, как тело перестает дышать. Откровения исследователей, такие как Вагнер Борхес, открывают перед нами тайны, о которых большинство из нас никогда не задумывалось. Приготовьтесь к встрече с неизведанным. То, что вы узнаете, навсегда изменит ваше представление о загробной жизни. Земная жизнь – это сериал, в который нас отправляют. А наша планета – это учебный класс, в котором мы должны усвоить определенную программу. В зависимости от этой программы на протяжении жизни с нами происходят определенные вещи, которые не являются выбором нашей свободной воли. Это опыт, приготовленный для человека, который должен чему-то научиться. Однако у нас есть возможность проявлять свою свободную волю, например, в том, как мы будем усваивать эту программу и реагировать на нее. Говорит бразильский исследователь Вагнер Борхес, который на протяжении многих лет изучает феномен внетелесных путешествий и сам практикует такие путешествия. В своих выступлениях и интервью Вагнер Борхес рассказывает о тех знаниях, которые он приобрел во время внетелесных путешествий. Таким образом, исследователь получил удивительные подробности о переходе человека в другой мир, о жизни в нем на разных уровнях и о том, по какому принципу человек после смерти оказывается на том или ином уровне. Бестелесный мир, в который переходит человек после своей смерти, разделен на уровни. Одни исследователи выделяют в нем семь уровней, а другие три. Те, кто считает, что потусторонний мир разделен на три уровня, выделяют в нем низший бестелесный план, средний бестелесный план и высший бестелесный план, говорит Вагнер Борхес. Низший план представляет собой так называемое «чистилище», а высший уровень является раем. На среднем же плане живут те, кто вел более или менее праведную земную жизнь. Это значит, что на среднем уровне после смерти окажется большинство умерших. По словам исследователя, если программа земной жизни для человека определена заранее, то последующая жизнь в бестелесном мире является исключительно выбором человека. Чтобы эта мысль была более понятной, Вагнер Борхес проводит такую аналогию. В детстве мы не выбираем школу для себя, ее выбирают и отводят нас туда наши родители. Но когда мы становимся взрослыми, мы сами выбираем для себя свой путь. Человек приходит в этот мир с сознанием, которое не может знать, что лучше для этого человека. Наше сознание не может знать, чему нужно научиться той или иной душе. Иногда нас отправляют в эту жизнь, чтобы мы научились всего лишь какой-то одной черте, которой не хватает нашей душе, говорит Вагнер Борхес. Опыт, который человек должен получить на Земле, может быть самым неожиданным. Исследователь убежден, что некоторые люди приходят в этот мир, чтобы, например, пройти опыт гибели при землетрясении. В таком случае человек будет рожден в той стране, где происходят такие природные явления. Во время одного из своих внетелесных путешествий я присутствовал при развоплощении таких людей. Я видел, как в момент их смерти возле них появились светлые духовные существа, которые помогли высвободить души этих людей. Затем они втягивали духовные тела умерших в вихрь энергии, который представляет собой переход между мирами. Именно поэтому многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о прохождении через тоннель. Это и есть тот самый вихрь энергии, который своей формой напоминает туннель, поясняет Вагнер Борхес. Не нужно забывать, что у человека есть свобода воли. Оказавшись в земной жизни, или, как говорит Борхес, в учебном классе, мы не выбираем учебную программу, которую будем изучать. Ну, например, мы можем выбрать, как относиться к тому или иному однокласснику. Мы можем выбрать, как будем учиться в этой школе, хорошо или плохо. Также у человека есть выбор завершить усвоение своей программы раньше времени. Наш выбор и определяет то, на каком уровне в потустороннем мире мы окажемся после своей смерти. Наши мысли и эмоции формируют наше духовное тело. И в момент смерти мы представляем собой сумму того, что мы думали, чувствовали и делали на протяжении всей нашей жизни. Можно сказать, что каждый умирающий человек несет в себе поле, содержащее все, что он сделал в жизни. Любой, кто имеет вибрацию Х в своем духовном теле, после смерти притягивается к внетелесному плану Х, совместимого с вибрацией, которую он несет. Я обычно говорю, что ад и рай портативны. Вы носите их внутри. Если с вами все в порядке, рай внутри вас. Если вы сохраните свое тело в таком состоянии, вас привлечет вибрация, подобная той, которая есть внутри вас. Низший бестелесный уровень, в который попадают духовные тела после смерти, очень тяжелое место, потому что оно отражает состояние тех, кто там находится. Здесь можно увидеть места, которые напоминают трущобы, средневековые города, бездны, темные пещеры. Когда заглядываешь на дно этих бездн, то видишь, что они полны духов. Их тела плотные, поэтому они не могут воспарить и выбраться из этой бездны, говорит Вагнер Борхес. Исследователь рассказывает об одном случае, который произошел с ним во время внетелесного путешествия. В тот день Борхес оказался на низшем уровне. Здесь было совсем темно. Ему все время казалось, что он ступает по ползающим людям. Единственным источником света на этом уровне был он сам. Некоторые обитатели этого уровня тянули руки к Вагнеру Борхесу. Они называли его ангелом, потому что он излучал небольшое количество света и просили его вытащить их отсюда. Исследователь говорит о том, что наказание, которое постигло эти духовные тела, нельзя назвать божественным наказанием, а лишь следствием их земных действий. С обитателями низшего уровня осталось то, что они сделали для других в земной жизни. Совершая свои внетелесные путешествия, Вагнер Борхес заметил, что на духовном теле человека отмечается все плохое, что он сделал для других. Например, однажды исследователь стал свидетелем такой ситуации. Он увидел, как по темной улице низшего плана пробежала кричащая от страха фигура, за которой гналась группа преследователей. На духовном теле этой фигуры Борхес заметил порядка десяти отверстий. Исследователь предполагает, что он видел духовное тело умершего, который во время своей земной жизни погубил ни одного человека. В итоге, после смерти, на его теле появились соответствующие отметины. На низшем уровне этот человек, по словам исследователя, обречен на вечное преследование, так как мысленная форма его поступков прилипла к нему. Некоторые люди после смерти оказываются в сером пространстве. Это касается тех, кто решил завершить свою земную программу раньше времени и уйти из жизни. В потустороннем мире им придется пройти через зад, чтобы осознать, что это не то, к чему им следовало стремиться. Это не наказание, которое дает вам Бог, это то, что вы сделали для себя. И это наказание учит душу тому, что она не имеет права причинять вред себе и другим. Таким душам предстоит снова стать человеком, так как они не выполнили своих земных обязательств. В своей второй жизни они должны будут столкнуться с точно такими же проблемами, от которых они пытались уйти. Во время своих внетелесных путешествий Вагнер Борхес убедился в том, что людям, совершившим большое количество зла, после смерти придется оказаться в темной области. Именно об этом, по мнению исследователя, еще в 14 веке попытался рассказать людям итальянский поэт и мыслитель Данте. Борхес считает, что Данте тоже был внетелесным путешественником, но не мог говорить об этом открыто. Реалии времени, в котором он жил, были таковы, что откровение погубило бы поэта. Поэтому Данте замаскировал его в своем произведении. Впрочем, это лишь мое мнение. Я могу только сказать наверняка, что зло в жизни делать не стоит. И хоть от него не следует ждать божественного наказания, но своим злом вы формируете среду вокруг себя. Тот, кто является мучителем, обязательно окажется на месте пострадавшего. Поэтому совсем не напрасно во многих священных книгах говорится о том, что нужно делать добро. В этих изречениях нет ничего религиозного. Это кодекс жизни, уверен Вагнер Борхес. Игра и в и с Продолжение следует...